Мы поддерживаем каждый тип тенниса, каждый игрок, каждый фан, каждый секунд. Теперь поделите свою пасшую теннис с BNP Paribas на WeAreTennis.com Из Аргентины. 1-3. Винус уступает. Был счет по одному, затем Аргентинка сделала брейк и вот удержала свою подачу. Посмотрим. Винус сейчас подает. 40-0. Что я вам сделал? Ну, обе сестры Вильямс не сразу входят в матчи, да? Это за ними водится. Ну, не сказать про сирену. Сирена бывает с самого начала так заряжена, что в этот момент нужно как бы удержаться, чтобы она немножко сбавила обороты. А иначе просто, так говорится, вынос бывает с корта. Успеешь сам проснуться, а тебя уже она выиграла. Да. Легко выиграла свою подачу в Венус. И вот 3-2. К сожалению, ничего не могу сказать про аргентинскую тренинсистку. Даже доводилось на это тренироваться в Аргентине, но ни разу ее не видела. Поэтому вот будем смотреть по ходу матча, что она... Все представляют, какие у нее сильные и слабые стороны. И вот чем она будет пытаться обыграть Венус. Нам на помощь придут наши вспомогательные информационные бюллетени. Итак, 19 лет. Паули из Буэнос-Айреса. 120-е в мире. Была 111-е в апреле. Дебютирует на Ролангарос. В этом году, кстати, дошла до четвертьфинала на турнире в Богате. На Австралии на Упен Паула дошла до второго раунда. Там пробивалась через сито квалификации и проиграла Агнешки Радвански. Также пробилась через квалификацию в основу Чарльстона. И проиграла там во втором круге Галине Воскобойной. 3-2. Паула Армаича ведет с брейком в матче с Венус Уильямс и подает. Хорошая подача. Я уверена, что в какой-то степени Джизела Дуга, которая более опытная тренетистка, наверное, немножко подсказала играть. Вся она, ну, какие сильные, слабые стороны у Венус. И вот понаблюдаем, помогут ли ей ее советы или нет. 31 год. Венус 53-я сейчас в мире. Напомню, 19 паули и 120-я она. Показывает достаточно агрессивную вот игру. Кадернуни, судья на вышке в этом матче. Веселый судья. Мне тоже нравится. Да, очень. Достаточно такой и приятный, потому что все равно с судьями бывают моменты, когда ты с Лимпедией говоришься, попал аут, и достаточно комфортно было, когда он судил. Забавно. Пауле было 4 года, когда Венус Уильямс уже выходил во второй раунд Таралан Гарос в 97-м году. Ну, смешно, да? Ну, вот так звучит. Ну, так бывает. То есть, наверное, она еще ракетку в руки не взяла в тот период. Хорошая подача. Берет гейм. 2-4. Венус уступает. Можно менять ракетку. Ракетка или она с судьей? Поменяла ракетку. Через гейм смена мячей будет. Может, у нее традиция за гейм до этого брать новую. Не знаю. Или бывают такие моменты, когда ты нервничаешь и не чувствуешь мяча на ракетке, ты хочешь взять натяжку пожёстче, чтобы иметь больше контроль над мячом. Вторая подача. Очень интересная у Венус движение на подачи. Вот можно посмотреть, насколько она подает, в принципе, только кистью. Она очень рано опускает левую руку, но все равно направляет она. Очень много кистью делает. Из-за этого бывают моменты, когда у кого хорошие приемы, могут ее подавить на приеме. У нее бывает проблема, она начинает подавать двойные. Все-таки теряет где-то баланс на подаче. Иногда она падает. И координацию иногда даже теряет. Платье мне нравится. Игра пока, наверное, оставляет желать лучшего, но платье у Венус хорошее. Сказал ты мужским взглядом. Ну, все равно как-то обращаем на это внимание. Но сами они нас приучили постоянным сменам, постоянными сменами нарядов к тому или иному турниру. И все равно, вольно или невольно, даже если особо не следишь за этим, все равно смотришь и видишь. Не повезло немножко сейчас. День с катанисистки. 30.15 на Паначи Венус. Паула всего в прошлом году дебютировала. Вот только в прошлом году в основной сетке турниров WTA, как Qualifier, прошла в основу на турнире в Батгатштайне. Максимум для нее в карьере это две победы над игроками из топ-50. Она Халеб обыграла на Австралия Нопен, тогда Румынка была как раз 50-й. Не обыграла в Чарльстоне Шипперс, та была 40-й. Громких побед пока нет. Действительно, такой прием достаточно. Или это тактика, или она действительно так пользуется. Это быстрый прием. По центру Венус не особо любит немножко тратить время после выхода из подачи. И вот не готова ногами, чтобы отыграть этот мяч. Показали нам маму Оросин Прайс. Маму Венус. Самое смешное, но Пол Армаичи сейчас первая ракетка Аргентины. То есть Жизела Дулка скатилась в рейтинге. И сейчас она, наверное, еще немножко упадет Жизела, потому что она в том году обыграла Саманту Стоссур здесь. Да, сейчас не прошла в основу. Очень здорово играет. Аргентинская пенесистка пока с такой веселой игре. И посмотрим. Мы уже видели сегодня первый сет хороший, да, в исполнении, идеальный в исполнении Андрея Кузнецова в противостоянии с Грандом, с Жоуэлфредом Цунга. Посмотрим, как будет здесь еще. Во-первых, надо эту партию выиграть. На скрытый сетбол. Вторая по ночам. Второй брейк 5-2 на сет будет подавать Паула Армайича в матче с Винус Уильямс. Становится интересным. 25 минут встреча продолжается. Yokohama, your dire. Субтитры создавал DimaTorzok Паула Армайича. Паула Армайича. Паула Армайича. Паула Армайича. Новый мячи и от первого мяча выиграет Винус. Блестящий удар. Паула Армайича. Паула Армайича. Паула Армайича. Субтитры создавал DimaTorzok Спорт и против Винуса это очень непросто, но она показывает очень хороший теннис. И видно как она заряжена. всегда удивлялся когда люди в очках играют он спрашивал многих тронисисток они привыкаешь и на самом деле им больше нравится как четче видишь мяч одинаково света не меняется ситуация неважно там солнце есть нет солнца это надо дело дело привычки я ник не ни разу не пробовал поэтому не могу поделиться на ощущениями как это но только могу сказать что говорят сами игроки по 30 вот тут она вернусь которые такую вернусь мы больше привыкли ситуация это в том что нужно два брейка делать венус и при этом не отдавать геймин своей подачи но знаю насколько венус хорошо играть для нее два брейка или один брейк мне кажется она в силе преодолеть или барьер вторая подача вот посмотрим как она сейчас будет принимать на здоровье делает брейк на венус 35 американка выходит на подачу пока она только один раз выиграл сапаны два раза два раза два раза на сам подачу турасин прайс окружение уж не знаю знакомых семья у них большая там же несколько сестер уильямс я даже знаю что по моему они очень любят париж и вот я не даже и приезжают и даже не напомню даже сели снимали какое-то время квартиру во время романгороса поэтому от любили они есть такой домашней обстановке сирена говорила что у них есть апартаменты да что вот что-то я слышала поэтому точно не знаю знаю что например сирена ее собачка путешествует то есть там понятно что кто-то же наверно должен следить за опёсиком пока сирена тренируется и играет сирена написала сегодня интересную вещь она пошла на тренировку и случайно взяла сумку с ракетками в минус но повезло что обе играют одинаковым вытянам то есть она извинилась перед сестрой но представляете да сирена то сегодня не играет а вот в минус бывает хорошо провела сейчас атаку венус идет по 15 губы пусты из тяжелой ситуации у нас ну допустила ошибку потом видно когда молодое поколение прямо не заряжена на каждый мяч вот это на самом деле помогает как здорово сыграл немножко еще это недовольно минус понятно что немножко недовольна своей игрой но в этой ситуации нужно где-то себе помочь подпотрить не всегда бывает что получается пока свой самый лучший теннис но только ты можешь сам себе помочь вылезти из этой ситуации больше позитивного мышления нужно и помогать себе странно например сирена она любит разговаривать сама собой на во время матча говорит если мы спросили у нее в мадриде она говорит это больше слова поддержки то есть по ходу матча она не критикует себя сама поддерживает минус же именно видом показывает слов каких-то от нее вот во время встречи мы не слышим но все на лице написано отыгрывая сетбол очень многие тренера даже говорят вот сейчас допустила ошибку на приеме она показала опять как она сделала неправильный прием потому что она подпятилась корпус назад некоторые тренера даже это не разрешает город если ты сделал ошибку следующий должен показать даже если это имитация но правильное движение никогда нельзя показывать то движение которое ты сделал неправильно чтобы не было чтобы мышцы не запоминали что то какое движение было неправильно так было шо же авантаж мануна дали и 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 как же здорово аргентинка действует а размашисто тяжело действительно дышит минус вообще конечно в рейтинге прибавила минус была сто тридцать четвертый гонце марта сейчас пятьдесят третье а вантажа мануазель williamс Интересно, а если Винус, например, не очень хорошо себя чувствовала, она могла отказаться от того, чтобы играть в воскресенье? Организаторы спрашивали у нее? Ну, на что планируют обычные написания? Организатор, во-первых, какие-то играл, турниры не играл. Но, в принципе, ты можешь подойти к организации и сказать, я не готова. Ну, такому игру к Винусу они, конечно, пошли бы на уступки. Как-то выглядят не очень удобно, эти скамеечки, на которых сидят. Девушки, учитывая, я не знаю, турниры другие, где диваны, куда выходила сирена с пятью сумками и располагалась там. На втором канале, тем временем. Вы смотрите вот этот матч. Каролин Гарсия, это местная француженка, которая в прошлом году едва не обыграла Машу Шарапову. Очень талантливая девушка, она играет против Пицмая. Пицмая. Эта встреча буквально вот только началась там. Вся борьба, конечно, еще впереди. Итак, попытка номер два. Паула Мурмайчи подать на сет. Пять-четыре. Пять-четыре. Пида на подаче органистической теннисистки. Пять-четыре. 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 Здорово сыграла Паула. Непростой был розыгрыш, и она смогла. Все это было. Больше времени Венус в этом матче, чтобы приспособиться. Крайновый сетбол в итоге. 40-0. Я вам сделаю. Может, все-таки со второй попытки, второй раз подавая на сет, свой шанс реализовать, Аргентинка. Да, она выигрывает под ноль. Гейм и первый сет. 6-4. Ну что ж, тем интереснее будет вторая партия. 38 минут продолжался этот сет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 4-6 за 38 минут Ну и эти постепенно все меньше людей стало на центральной арене по сравнению с матчем Кузнецов-Цонга Итак, вторая партия начинается Субтитры сделал DimaTorzok Вот, сняла очки Посмотрим, поменяет ли это и быстро ли она приспособится Ну вот странно, вроде бы солнца не было точно, да, уже вечереет Наверное, темнеет все-таки есть там какой-то затемненный эффект что она, когда темно, она играет без очков очень хорошо двигается по корту очень такая легкая, подвижная Добро пожаловать на Кузнецов-Цонга Здорово попало Ну а минус 30-15 Хорошая уходящая подача, но у меня С этого мяча должна была выигрывать розыгрыш американка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судья линейная показал, что попал, но судья на вышке говорит, что аут Непонятно какое-то состояние у Венус В принципе она всегда была достаточно спокойно Больше выигрывала Аргентинка Почаще Активно выигранные мячи в два раза больше у Венус Не вынуждены ошибки в два раза больше у Венус Один брейкпоинт из одного реализовала Ну и дважды брала подачу соперницы Аргентинка Субтитры сделал DimaTorzok Мяч был немножко тесно Не хватило дистанции, чтобы выполнить удары А вот такие ошибки, когда часто в боковой линии Это обычно, когда немножко запускаешь точку удара Хорошо сейчас наполнила прием Бывает прям в игре немножко такие проблески, как вот играла раньше Венус Как она всегда играет, но вот никак не может она это все вместе сложить Надолго Вот еще интересное хорошее предел Обиделась на наши слова Активно выигранных мячей скоро в три раза будет больше у Венус, чем у Аргентинки Третий раз не прошел Со второго мяча такой Хороший прием Продолжать нам демонстрировать красивые кадры На аккорте Филиппа Шитрие Обвела Нет, а вот крикнул линейный судья, но приходится спуститься Кадеро Нуни Показывает, что мяч на самом деле линию задел Вот такой важный момент Мы вторая по ночам Здорово сейчас сыграла Венус Делай брейк Все-таки у девушек вот эта разница Что победой в сете и неудачей в другой партии, она меньше, чем у ребят То есть выиграв первый сет, Аргентинка Ну, как бы это не означает, что в начале второй партии все будет складываться так же, как было там во первом сете Венус воспользовалась своим шансом и делала брейк 15-0 Пятнадцать-ноль Вторая подача Вот потихоньку, как-то Венус начинает нащупывать свою игру Тут важно и от Паулы, да? Чтоб она играла по желанию, по возможности так же чисто, как в первом сете Ну, с другой стороны, как-то вот Ну, чтобы Венус где-то давал ей играть Адас немножко почище Вот, сейчас Венус играет уже пожестче Вот можно вот так понаблюдать Все-таки у Пау такой причастливый ступер слева все-таки получше Справа она достаточно любит играть сильным вращением И мяч часто у нее Приземляется на середину площадки Вот в этот момент нужно, и Венус, конечно, использовать свой шанс И очень такие удары удобны Они с вращением И просто играть их по восходящему, как она показала Вот В предыдущем розыгрыше Ну что, три гейма подряд остаются за Венус С 0-3, Бау Ларновичи уступает Во втором сете, взяв первую партию 6-4 С 0-3, Бау Ларновичи уступает С 0-3, Бау Ларновичи уступает С 0-3, Бау Ларновичи уступает Субтитры делал DimaTorzok Да, все-таки по игре бы я сказала, она может быть справа играет поактивнее, чем слева, но справа и допускает ошибки. Вот вся ситуация, когда ее поджимают справа, есть у нее, может, мне бы сказала, где-то слабая сторона. Двойная ошибка и 0.30 на подаче. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот, здорово пошла вперед, но неплохой ответ был от Паула. Тянулась к этому мячу Винус. Добавил субтитры сделал DimaTorzok В принципе, был достаточно такой важный момент, чтобы сделать второй брейк и почувствовать себя еще более комфортно. Посмотрим, еще гейм не закончен. Здорово сейчас приняла. Два розыгрыша хороших, два где-то средненьких. Повезет, не повезет, выигрывает. Вот опять блестящий розыгрыш. И брейк-поинт, еще один. 30-40. О, как здорово. Вот такие обычные моменты, как отработала Винус. Она, как сказать, из-за всех сил старалась выиграть этот розыгрыш. В качестве награды еще один брейк. 4-0. Вцепилась американка в соперницу. Смотрите, 55 минут только встреча продолжается, а у нас уже близится к концу второй сет. Немножко поспешила. Я решила завершить уже розыгрыши. Видела пустые углы, хотела сыграть быстро, но... Немножко не... Нечетко выполнила удар. Уже есть, кстати, расписание на второй игровой день. Ну, естественно, расскажем вам о том, какие интересные матчи завтра состоятся. Завтра уже по полной программе будут корты задействованы. Такие воскресенья не так много встреч. Завтра стартует и первая ракетка мира Виктория Азаренко на корте Филиппа Шетерье в час с матчем против Альберты Брианти. Затем действующая победительница турнира Лина против Сараны Кирстя. Ну и два мужских матча на корте Филиппа Шетерьяновых, Джокович, Потито Старачи и Жиль Симон Райан Харрисон. Корт Сюзан Ленглен в час. Кристина Младенович, Доминика Цибулкова, Роджер Федерер, Тобио Скамке, Микель Лодра, Гильярма Гарсия Лопес и Каролина Плишкова, Марион Бартали. 15.30 нападающий Венус. Первая двойная ошибка. Что касается россиян, завтра Вера Звонарев вторым запуском на втором корте играет с Тиммия Бабуш. На первом корте Арно Климан и Алекс Богомолов. Саша Богомолов теперь уже, так как он россиянин, третьим запуском. Вот прям так хочешь сказать, Венус, ну подподри себя, помоги себе. Видно, что немножко тяжело, прям складывается игра. Вот хороший ровер души, вытащи себя из этой ситуации, встряхни. Ну вот у каждого разный характер. Может быть, она, конечно, себя внутри именно поддерживает и подбадривает. Да, ну и эмоции таких вот каких-то не показывает нам. Выигрывает пятый гейм подряд. Венус. 0.5. Павло Армайчи уступает. И Аргентинка будет подавать на то, чтобы продолжить борьбу во втором сете. Давайте на первый корт заглянем. Матч между Анастасией Родионовой и Матильдой Йоханссен. Эта встреча, по-моему, на нашем втором канале в эти минуты идет. Третий сет. Хотя вела, выиграв первую партию, Родионова вела и во второй, но в итоге на тайбрейке ее проиграла. Ну а первый сет выиграла 7.5. Но вот сейчас Йоханссон ведет с брейком. И на ее подаче по 15. Так что, третий сет в самом разгаре. Самое интересное в этом матче. Что на других кортах? Показали нам балетчиков Винус с американским флагом. Быстро по другим кортам. Гарсия против Пфитсенмайер 4.3. На подаче Пфитсенмайер. Берер Мельцер 6.7.4.6.6.2.6.2.5.3. Мельцер сейчас сможет вылететь. Тройной матч-бол у Микаэля Берера. Татишвили Гладч 1.2. Бек Кубот по 3. Андерсон Машаду 7.6.6.7.2.1. И Чанг Павлович 4.6.4.3. У нас 0.5 и 15.0. 30.0. Интересно, в такие моменты уже больше думаешь о третьем сете? Ну, пойди, да. Я думаю, достаточно сейчас преимуществу Венус, чтобы... И Паула это понимает, да, Витя? Ну, здесь такой момент, обычно, когда такой 5-0, и ты уже действительно контролируешь ситуацию, может быть, Венус будет пробовать какие-то уже такие удары более рискованные. А вот со стороны Паула ей нужно почувствовать, что уже нужно ей поменять будет в третьем сете, чтобы... Чтобы снова не завязать свою борьбу. В первую очередь, мне кажется, нужно все-таки обратно одеть очки. Но, к сожалению, потемнело. Не думаю, что ей будет удобно. Потому что как раз сняла их и перестала выигрывать геймы. Ну, это шутка, конечно. 40-0. Выигрывает гейм под ноль. Но все равно она не сдается. Ну, хоть она и проигрывает с таким большим преимуществом сейчас 5-1, но... Все равно она показывает Вену, что я еще не сдалась. Я буду бороться до последнего. На самом деле, такой коварный счет. 5-0, 5-1. Где-то ты немножко теряешь внимание, где-то... Не доигрываешь какой-то гейм. 1-2, а потом уже... И вроде потерял нить игры. И, в принципе... Если можешь закончить матч 6-0, лучше закончить сет 6-0. И начать уже третий сет. Не надо ничему экспериментировать. Вы помните матчи, проигранные со счета 5-1. Здорово. Сейчас провела атаку. Как-то вот... И опять показывает видом, что... Может, она так вводит в заблуждение? Может быть. Соперница смотрит и думает... Ну вот, она же всем видом показывает, что ее что-то беспокоит. Может, сейчас ошибется, Вену вперед и не ошибается. Нет, наверное, просто скорее черта ее характера, что вот она вот так себя ведет. Сирена, конечно, по-другому реагировала бы. Да, вот интересно, насколько две сестры, и настолько вот они... Полная противоположность друг к другу. И внешне, да, и по характеру. Абсолютно такие разные. Не похожи друг на друг. Тройной сетбол на 40-0. Ну вот интересно будет посмотреть, как третья партия начнется. Первый будет подавать Аргентинка. Поднон выигрывает гейм. 6-1. Второй сет остался за Винус. Первую партию она проиграла 4-6. Один час три минуты всего. Встреча продолжается. Дель Поттера и Монтанес. Один сет. Час 15 играли. Дель Поттера и Монтанес. Монтанес. Дель Поттера и Монтан. Орлри. Руманния должна предложить. Для эксперимента, которую вы выберете. Руманния. Экспройте карпатийную зону. Третий решающий сет матча между Винус Уильямс и Паулой Урмаичи начнется буквально через минутку-другую. Ну что, достаточно интересная встреча получается. 6-4 первый сет за Аргентинкой, 6-1 вторая партия за Американкой. И уже даже не знаем, чего ждать от третьего сета. На других кортах. Йоханссон по-прежнему ведет в третьем решающем сете у Насти Родионовой 2-1 с брейком. Гарсия выиграла первый сет у Пфитсенмайер 6-3. Татишвили Гладч 1-3. Мичан Павлович 4-6-5-3. Андерсон Машаду 7-6-6-7 по-2. И Бек Кубот 4-3. Вот это все встречи, которые продолжаются в эти минуты. Постепенно первый игровой день на Ролан Гаросса подходит к концу. Начинается третий решающий сет матча между Винус Уильямс и Паулой Армайджи. 1-1 по партиям. Аргентинка подает первый. Посмотрим, как будет чувствовать себя Паулу сейчас. Винус Уильямс и Паулой Армайджи. Она была готова, она стояла далеко от задней линии, потянулась к резвенному удару. Ошибка в такой достаточно простой ситуации. 0-30. Ну вот сама по эмоциям видно, что понимает, что допускает такие вот ошибки, но изменить как-то ситуацию Аргентинка пока не может. Вот сейчас здорово. 15-30. Сейчас вот важно. Именно первый гейм третьей партии. Это вот получилось у Винуса повести. Как-то вот она ее, может быть, где-то немножко отпустила. Она начала играть немножко проскрепощенней. А вот сейчас если... Браво, браво, Винус сейчас. 15-40. Сразу двойной брейкпоинт уже в начале третьего сета. Браво! 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 И делает брейк Винус 1-0 И повела в начале третьего сета Американка Если бы по ходу первого сета такое произошло То мы бы все равно сказали, что борьба еще не окончена А учитывая какая вторая партия достаточно легкая была для Винуса Вот статистику второго сета смотрите Есть ощущение, что все близится к завершению Смотрите, активно выигранные мячи 13-1 Вот именно, да, и ты прям бросил из глаза Что все-таки Винус вела инициативу в свои руки И ни одного брейк-поинта не было у аргентинки во второй партии 1-0 с брейком ведет Винус и подает Вторая подача Здорово, сейчас приняла 0-15 Вот из всех действующих и из всех игроков, которые принимает участие в этом Ролан Гарос Винус наибольшее количество проведенных матчей на турнирах из серии Большого Шлема 256 Из них 210 побед и 46 поражений Сирены 244 матча Затем уже с таким отрывом идут Маша Шарапова, Света Кузнецова и Надя Петрова 154, 151 и 149 матчей соответственно Это самый опытный игрок Винус Уильямс Переживает мама и вот Сделала брейк в первом гейме И вот сейчас 0-30 на ее подаче Наверное, не тот вариант хотела Венуса и Недовольна Здорово Сейчас хорошо Сыграл Авинус Вот это, конечно, большое преимущество Венуса С того, что вот она высокая У нее достаточно большие рычаги И даже из такой тяжелой ситуации Она за счет своего маха Может выполнить Уинер Здорово Показывается даже слово Двойной брейкпоинт 15-40 Ни одного брейкпоинта во втором сайте не было У в Аргентинке Сейчас сразу два 30-40 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Упал Немножко непонятно Как-то она затушевалась Увидела мяч и не смогла К нему подстроиться Немножко так летела В корпус И она вот стояла, смотрела, смотрела И при этом Потеряла даже баланс Удачно начинает гейм на своей подаче Паула Паула 15-0 По одному напомнил В третьем сете Ну вот Винус сама немножко помогает Возрождаться Аргентинке 30-0 В том числе и за счет вот таких Ошибок Паула Субтитры создавал DimaTorzok Болельщики бывают разные Шесть активно выигранных мячей У аргентинки И в три раза больше у Винус Здорово Вела розыгрыш Просто действительно Она выполнила Потрясающий Розыгрыш И весь розыгрыш Она прям держала Инициативой Не было ни одного Проходного Какого-то удара Да Вот она именно Знала от каждого удара Что ожидать Она прям Как в шахматы Она знала После моего удара Последователь Да Она прям Вела всю инициативу Но так конечно Наблюдаешь Непонятно Вроде второй сет Настолько был Быстрый Еще понятно было Какие были Сильные слабые стороны У аргентинской Тинистской И как сейчас Видно что она Совсем другой человек Опять Где у нее Слабые стороны Я вот смотрю Я не понимаю Ну что ж Один-два Я вот сейчас Проиграв Два гейма подряд Уступает Но будет подавать Американка Давайте посмотрим Как там На втором корте В эти минуты Играют Гарси и Фитцмайер Первый сет 6-3 Каролин Гарси Выиграла Вот правда Во второй партии Уступает Со счетом 0-3 Так что там Третий сет Вероятен Но этот матч На нашем Втором канале В эти минуты Транслируется Так что Если этот матч Затянется А наша встреча Завершится Так в ближайшее время То мы перейдем На поединок Гарси и Фитцмайер Давайте сначала Доведем поединок Уильямс Ормачи До конца Итак 1-2 Винус Уильямс Проиграв Два гейма подряд Выходит На подачу Так все хорошо Начиналось В начале Третьего сета С брейка Начала Эту партию Винус Ну вот Потом Возрождение Паула Ормачи Ормачи состоялось Винус подает Винус подает Вистехи Первая подача Пять эйсов Уже Ни одного У аргентинки Попадает 30-0 Задевает Мышлению Мышлению Третьего сета Третьего сета Второй мяч Второй мяч 40-15 40-15 Когда видишь Такие пластыри Как у аргентинки Всегда есть ощущение Что Действительно Что-то болит Но это такое Оберегающее Да Скорее Ну да Такое сейчас Часто одевают Они Это называется Кинезиотейп Он эластичный На самом деле Ты его не чувствуешь Но вот Помогает Пробовал на себе И вот Действительно Как-то Где-то Не знаю Или Предохраняет Мышцу Но действительно Как-то чувствуешь Что тебе легче Становится Ну и бывает Такая ситуация Ты вроде бы Сыграл один мяч С этим пластырем Может у тебя Уже и боли прошла Но так ты продолжаешь Играть Не меняешь Ничего По два В третьем сете Павла Армайча Подает Продолжение следует Продолжение следует Здорово Сейчас поняла Розыгрыш Винус Когда берет Да Контроль В розыгрышах Винус То Сразу конечно Тяжелее Пауля И все ее Плюсы Нивелируются Сейчас видно Как Винус Достаточно активнее Стала работать Ногами Совсем другой Человек И игрок По сравнению С первым сетом Потому что Она понимает Что Нужно Просыпаться Здорово Здорово Сейчас Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует И при этом И при этом Может иногда Допускать Невынужденные Ошибки Попала Паула А вот Винус Нет 30-15 Ну вот Сегодня Два человека Точно Хорошо Зарекомендовали Себя Андрей Кузнецов И Павел Армайич Да Неважно Как закончится Матч С участием Аргентинки Андрей Проиграл Живу Входу Цунга Но Все равно Оставил Приятные Впечатления Павлович Тем временем Победил Ачан 6-4-7-5 Интересно Поняла Решение Я вас немножко Поменяла Ритм Сыграла Рез Ну я Она сделала Правильно Потому что Паула Подняла Мяч И она Сразу Атаковала По 30 Сейчас Каждый Гейм Он такой В какой-то Степени Решающий Потому что Брейк В одну Сторону Это Такое Хорошее Преимущество Ошибается Паула И Преимущество 30-40 Преимущество 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 Здорово Сейчас 5-6-7-4-5 Йохансен С брейком Ведет В третьем Сете И она Подает Красивый вид Ничего не скажет Паула Преимущество 3-2 В пользу Венос Третьей решающей Партии Американка Подает Посмотрим Как сейчас Она будет Начинать В принципе Повтор Начала Третьего Сета Сделает Ли она Выводы И Будет Действовать Немножко По-другому 1-0 С брейком Вела Уже Венос Но Позволила Сопернице Потом Два Гейма Подряд Взять Здорово Гейма Знаете Как бы я сказала Судя по второму Сету Что У Паула Справа Похоже А вот Сейчас Смотрю На самом деле У нее нет Таких Ярких Слабых Сторон Справа Слева У нее Достаточно Все Гармонично Гармонично Да У нее Все На высоком Среднем Уровне Что Достаточно Осложняет ситуацию И она Очень хорошо Двигается По корту Поэтому Действительно Я вижу Что у нее Большое Будущее И если она Будет продолжать В том же Духе То Будем Чаще Чаще Уже Ее Видеть Первой Ракеткой Страны Стала Задачи Другие Пока Для себя Она Ставит Задачу Попасть В топ 30 Я думаю Это возможно Зная Способность Аргентинцев Они очень Любят Работать Они Выкладываются На полную Поэтому Труд Очень много Делает Поэтому Я верю Что Она Этого Сможет Обиться Блестящий Прием Пока Видно Что Вторая Подача Была 110 Км В час Не Совсем Сильно Она Слишком Сильно Перекрутила Перестраховала Но Паула Воспользовался Этим И очень Здорово Выполнила Прием 15 40 Двойной Брейкпоинт Вот А сейчас Давай Хорошо Выполнил Удар На Генос Холлзер Геноса Просто Это Браво 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 Невероятно Она Играла На Одном Уровне С Венус Она Держалась Не Задней Линией И Тяжелая Ситуация Когда Вроде Венус Рискнула Она Выполнила Еще Лучший Удар Ну Здесь Ничего Не Скажешь Просто Как Скажут Аргентинцы Vamos Так Сейчас Во всем Мире Говорят Вот Она Просто Сделала Улыбку Интересно По Три Как Реакция Брейк Делает Венус И тут же Следует Ответ От Паулова Второй Раз В этом Сете А Это Третий Решающий Сет Вот Начинается Опять Уже Венус Начинает Играть Принимать Прошел Через Все Через Плохой Танис Через Хороший И через Хороший Где я Проиграл И сейчас Я вытаскиваю Побеждаю Поэтому Если сможешь Преодолеть Такой матч То считай Что ты В турнире Ты становишься Очень опасным Игроком Вошел В турнир Да Как говорится 040 Тройной Брейкпоинт Немножко Она не Сыграла С летом Мечом А решила Его Немножко Потянуло Из-за этого Мяча Улетел Надо Было Просто Средать Больше Жестко Сыграть А она Решила Тонкая Это не совсем Было Правильное Решение И не всегда Приносит Она Хороший Результат Попадает Твинулся Делает Еще один Брейк Просто Здорово Сыграл Винулся Сейчас На приеме Это Выполнить Тимур Скайте Три приема На вылет И Одна Маленькая Ошибка Со стороны Паула 4-3 С брейком Винус ведет В третьем Сете Пока Есть пауза Другие Корты Заглянем Дюхансон Родионова 5-7-7-6-4-3 По 30 На подаче Матильды Гарсия Пфитсенмайер 6-3-2-4 Андерсон Машаду 7-6-6-7-4-6 Португалец 2-1 Ведет По сетам Татишвили Глач 3-6-1-0 И Бэк Кубот 5-7 Вот Бэк Кубот Может быть Самый Затяжной Матч Самый Поздний Матч В итоге В первый Игровой День Там Только Первый Сет Итак, 4-3 В третий раз В третьем сете Винус ведет с брейком Дважды ей Преимущество удержать не удалось Посмотрим, как будет сейчас Многие ответили Аргентинка Да, здорово Она сыграла На бегу удар слева Ноль пятнадцать Спасибо за субтитры По пятнадцать На подачу Винус Не сдается Паула Прямо Психологически Как это Тяжело Наверняка Третий раз Приходится Догонять В третьем Решающем сете Пока Выдерживает Здорово Сейчас выполнила Розеныш Винус И по тридцати Важный Такой момент Прямо Long time Можно сказать Шанс Был хороший У нее Достаточно Но Небольшая ошибка Посмотрим Винус Простит ли Эту ошибку Или Не простит Эту ошибку Простит ли Решила все-таки не прощать Да, вытерпела прямо на 3-5 Не знала, насколько важен этот розыгрыш, этот гейм И она сделала все возможное, чтобы выиграть этот розыгрыш Итак, в гейме всего победы в стартовом матче находится Винус Ближайший выполнен прием, вернусь Не думаю, что была хорошая идея подать вторую подачу под удар справа Винус В таких ситуациях обычно игроки подают либо достаточно плотную подачу в тело Чтобы не было угла у противника на приеме Потому что если не вторая, тем более вторая подача И не особо нужно к ней подходить, тянуться, двигаться То это, конечно, против таких игроков не проходит Они учили бы такие подачи и сразу же используют этот момент Ну, сейчас Браво уже, конечно, выполнять розыгрыш на высшем уровне Два очка осталось выиграть Низкий рейтинг Винус подразумевает встречи с хорошими игроками уже на ранней стадии И вот победительница этого матча во втором круге сыграет либо с Агнешкой Радванской, либо с Баяной Ивановской Это интересно, почему они не ставили и Агнешку сегодня В принципе, часто бывают такие матчи Обычно четверть они ставят в один день, чтобы все играли в один день Агнешка же финал играла в субботу Но тогда они не должны были бы ставить и Винус в этот же день Чтобы они вместе шли по сетке Будь, насколько я помню, были так всегда, я должна была бы как-то не по четвертью Вот турнир-организатор решил пойти другим путем Да, они поставили ряд матчей из верхней части сетки сегодня Но вот некоторые Виктория Азарина-Полина будут стартовать только завтра 0.40, тройной матч-бол Ну, все, сложный матч получился для Винус, но она выстояла и выиграла 4-6, 6-1 6-3 Да Хорошая победа, важная для Винус И она ждет соперницу по второму кругу Багнешка-Радванская, либо Баяна-Ивановский 4-6, 6-1, 6-3 за 1 час 40 минут Итак, Винус мы оставляем с ней, еще встретимся Ну, перейдем, наверное, на матч между Гарсией и Фитцмайер Я не знаю, насколько мы задержимся на этой встрече Каролин Гарсия, 133-я в рейтинге сейчас 93-го года рождения Для нее это уже не первый Ролан Гаросс